приветствую вас друзья меня зовут денис борисов вы находитесь на канале fit for life.ru сейчас мы поговорим о таком важном упражнении как французский жим стоя в принципе не важно делать это упражнение стоя или сидя смысл всегда находится где-то рядом то есть ваш позвоночник находится перпендикулярно полу а руки находятся вверху соответственно разгибание происходит верхней позиции это упражнение можно выполнять миллионом различных способов можно брать штангу причем как прямую так гнутую заводить руки назад и делать в общем-то разгибание в этом случае нужно стремиться чтобы ваши руки ваши плечи находились параллельно друг другу и разгибание происходило только за счет локтевого сустава также это упражнение можно делать с гантелей когда вы закидываете одну гантель и собственно говоря делайте похожее движение либо это же упражнение можно делать с одной гантелей во всех перечисленных мной ситуациях смысл один и тот же происходит разгибание в локтевом суставе и подобное разгибание традиционно называется французским жимом причем во всех этих вариантов позвоночник у нас перпендикулярен полу что нам дает такая позиция такая позиция нам дает загрузку длинной головки трицепса и это очень важно дело в том что наш трицепс состоит из трех головок внешний средний и внутренний традиционно практически во всех жимах чаще всего используется внешняя головка и средняя головка длинная головка которая внутренние очень редко вовлекается в работу на в силу своего анатомического устройства дело в том что эта головка вовлекается в работу либо когда у нас развернута ладонь либо когда наш локоть находится вверху теперь вы понимаете насколько важно делать во время тренировки на трицепс французский жим стоя ведь когда вы делаете французский жим стоя подобные упражнения акцентированно грузят именно длинную головку трицепса то самую головку которая хуже всего растет и практически не задействуется в других упражнениях лично я отдаю предпочтение данному упражнению одной рукой то есть я заметил что выполнять синхронно это движение со штангой либо с одной гантелей не очень удобно в силу того что меняется амплитуда и меньше загружается длинная головка зато если мы выполняем это упражнение одной рукой то мы можем где-то чуть-чуть наклониться в другой блок где-то клониться назад мы имеем больше свободы отвести куда-нибудь локоть в общем у нас есть возможность подбора такой амплитуды движения такого вектора при котором будет лучше всего загружаться 30 все более того будет лучше всего растягиваться смотрите о чем я говорю если бы допустим у меня я делал упражнение двумя руками у меня очень мало свободы я не могу вести никуда руку потому что я ограничен снарядом если же я делаю это упражнение одной рукой я могу выводить руку в разные позиции и это очень важно потому что я могу поймать такую позицию при которой у меня очень хорошо будет растягиваться трицепс в нижней позиции и очень хорошо будет сокращаться трицепс верхней позиции Поэтому лично я для себя поймал такую позицию, когда у меня гантель находится достаточно далеко за головой При такой позиции я заметил, что очень хорошо растягивается у меня трицепс И очень качественно он потом сокращается Возможно, у вас будет немножко другая позиция Но в любом случае, когда вы выполняете упражнение одной рукой, у вас больше концентрация Больше ментальных сил идет на одну руку, чем на две И, во-вторых, у вас больше свободы подбирать более удобную позицию Я обычно это делаю следующим образом Достаточно далеко у меня гантель опускается Вот она поднимается В верхней точке очень важно до конца разгибать локоть Потому что, когда мы это делаем, у нас в конце больше включается в трицепс в работу В нижней точке очень важно до максимума растягивать В верхней до максимума сокращать Набрали воздуха Выдохнули Это французский жим, стоя одной рукой, детка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА